Я не боялся, что нас засадят на подольше, если он погибнет. Это было так мило. Я вас ненавижу. Шума больше, чем от Кататиани, оставшегося без замка. Да уж, надо нам тебя покормить. Я почти уверен, нам сюда. Почти уверен? В прошлый раз тут всё было в огне. Хочешь, могу устроить. Нет, ракета, нет. Это разве не кусок корабля-обеднителя? Объединителя. Да попе. Они упоминали, что Рейкера арестовали по той же причине, что и нас. И совсем по той же. Он что-то искал в карантинной зоне. Ну и в чём разница? Забудьте о Рейкере. Наша задача — отыскать Ники. Твоя задача. Моя — не сдохнуть на этом дебильном корабле. Пёс хочет, чтобы мы отыскали Центуриона Карел. Точно. Значит, три задачи. Не думал, что вы с девочкой провалились так глубоко, Питер Квилл. Я не провалился. Я прыгнул. Как герой. И как мы с Ники тут в прошлый раз пробрались? Да вроде ничего на проходе не было. Только огонь. Врубай свой визор. Придумай что-нибудь. Гамора, помоги-ка мне здесь. Сейчас. Крут, давай ещё разок. Мы найдём Карел и Ники. Так что, все согласны, что Центурионша с девчонкой вряд ли выжили? Карел пережила ужасы войны. И роман с Питером. Но я готов поспорить, здесь они не выжили. Ты готов поставить деньги на смерть матери с ребёнком? А если мертва лишь одна? Ники невероятно находчивый подросток. А Карел боец. Я готов спорить, что они обе живы. Ладно. Но не забудь, кто выиграл наше последнее пари. Кто в карантинной зоне? Да, спасибо, что напомнил. Будь там осторожен, Питер Крилл. Да, в прошлый раз тут явно меньше искрила. Проверь, не плавает ли там где-нибудь труп девчонки. Ракета. А что? Это все варианты проверить? Неплохо. Что скажешь, Гамора? Теперь нас не закоротит. Скажу, без проблем. Что ж, следов Ники или Карел здесь явно нет. Но это же хорошая новость. Скажем. Субтитры делал DimaTorzok Грут говорит, пора думать, как отсюда выбраться Я люблю Грут Мы думаем найти ответы на наши вопросы и вызвать космо На ваши вопросы Ты случайно Ники не видел? Прости, что? Ты хорошо себя чувствуешь? Это один из роботов Ники Она им всем имена дает, заботится По нему не скажешь, что о нем кто-то заботился Питер Квилл, а это место не кажется мне безопасным? Лучше так, чем когда в тебя стреляют Ты говори за себя А ты предпочел перестрелку? Лучше стрелять в того, кто тебе не нравится, чем искать того, до кого нет дела Нашему предводителю похоже есть Так и нам следует сделать вид Не сомневаюсь Осторожно, Питер Квилл Так, мне кажется, в прошлый раз тут никакого зеленого газа не было То есть смертельно опасного зеленого газа Тут сплошная смертоносная западня Ведь есть какой-то способ запаять эти трубы Да уж, надеюсь Потому что я вот асоваться не собираюсь Как насчет твоего магического ледяного оружия? Или, быть может, тебе нравится вдыхать пьянящий аромат смерти? Славно! Вот так Остынь-ка Да Это убого даже по твоим стандартам Снова газ смерти Может, Никки и Корелл используют его, чтобы защититься? Или, ну, мало ли, они мертвы Чувак, знаешь что? Ты ведешь себя, как последний кретин Даже хуже, чем обыть Я чувствую напряжение Может, уже перестанет, Тёпа? Согласен Или помиритесь, или сразитесь насмерть Эй, это не моя вина, что команда разваливается Послушай, Ракета Я знаю, что порой веду себя отстойно Все мы такие Уверен, именно это нас исплотило Я не отстой Я к тому, что вы все мне дорого Но прямо сейчас опасность грозит не вам Ведь Никки всего лишь подросток Ну, раз ты признаешь, что ты отстой Уж будь уверен Чик-чик, Гамора Истинное мастерство Ты уверен, что нам сюда? Главное, будьте начеку Знаешь, Питер Если Никки и Корелл действительно... Они живы Просто нужно быть готовыми к... Они живы Главное, может быть, кому-то... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Постарайтесь ничего здесь не сломать, это место для нее важно Ого... Это все Ники нарисовала? Ничего тогда Ники! Девочка, покажись нам! Советую вести себя менее угрожающе Это Питер! Пират! Ники! И снова спасибо тебе, ключ Ники! Берегись, Питер Квилл. По опыту скажу, дети из игрушек ловушки делают. Это не Ники, а моя. Так мы разбираем ее вещи, я бы тогда... Нет, в прямом смысле она принадлежала мне. Ээээ, Квилл, тебе стоит это увидеть. Девчонка тобой бредит. Почему? У нее твоя игрушка? Да я просто дал ее Карелл, когда мы встречались во время войны. Так, на память. Это ничего не значит. А это значит что-нибудь? Сколько лет ребенку? Двенадцать. Ха! Какая радость, Питер Квилл! Ты будешь скверным отцом. Но если ребенок мертв, в этом случае не важно. Погоди, погоди. Ты нас за этим притащил? Конечно. Ребенку двенадцать. И Питер Квилл был с матерью двенадцать лет назад. Это факт. Ты не знал? Я уж подумала, что знал, но молчал. Он приведен в замешательство, значит нет. Моя реакция на новость об осемнении Ховат была такой же. Ладно. Давайте убедимся, что Карелл и Ники целы. Они явно не здесь. Так что пойдем искать дальше. Не дурной верстак. Для девочки. Думаю, Ники не будет возражать, если мы им воспользуемся, а? Раки... Я уверен, ее здесь нет. Кажется, он не свыкся с этой мыслью. Модное улучшение с пылу с жару. Раз, два, и готово. И готово. Готово в рекордный срок. Смотри, как круто. Прошу. Вот, держи. Та-да. Делаю, делаю, делаю. Та-да. 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 Поздравляли тебя с такой дочерью. Так, тут слева должен быть проход в каюту Карелл. Ага, вижу. Не факт, что там изнутри не заперто. Посторонись, звездный папаша. Ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. Ха-ха-ха-ха. Ребят, а можно не смеяться на эту тему? Я переживаю за ней. Я способен сочувствовать тебе и шутить над тобой одновременно. Вынужден признать, Квилл, твоя Ники недурно тут все устроила. Как она свой терминал от аварийной сети запятала? Я же говорил, она смышленая. Тогда, возможно, она действительно не твое дитя. Да, это точно. Нет в ней твоего фирменного слабоумия. А может, тогда она в маму пошла? Ну, хоть немного глупости ей должно было передаться. Но глупость может позже проявиться. Так, в словах Дракса есть логика. Так что будем исходить из этого. Что Ники слишком умна, чтобы быть твоей дочерью? Да что угодно, лишь бы вы отстали. Ты правда хочешь быть таким отцом? Нет, я не то... Я не знаю. Но вы тоже не знаете. В этом лифте мы были с Карел и Ники. Если повезет, это как раз они и спускаются. Нам хоть когда-нибудь везло? Это было не слишком вероятно. Я знаю одно. Этот лифт у меня уже в печенку. Ни у кого нет идей, что именно этот пылесос Перероса делает контракцию? Есть. Все мрачные. Чтоб вы знали, я просто хотел вытащить нас из тюрьмы, а не искать свою... Вы поняли? Это стадо, Квилл. Я уже знаю, что Питер Квилл одет в деду. Я подозревала. Объясняйте, почему он так воодушевлен в этих заданиях. Если честно, у меня плохое предчувствие насчет Карел и Ники. Они выжили, ясно? Без вариантов. Бой высот, Квилл. Приспили его. Наконец-то Лиза! Покажи, где таллы? Раниных нет. Что, ты теперь всегда будешь в папашу играть? Все в порядке, мы можем за себя постоять. Я знаю, просто... Мы их найдем. Спокойно. Значит, каюта Карел где-то наверху? Ну да. Надо туда подняться. Вперед, каюта Карел. Давай. Квилл, признай. Ты ведь психуешь. Нелегко, наверное, оказаться папашей раздолбаем. Некоторым требуются годы, чтобы осознать масштаб ответственности. Ну, перспектива оказаться отцом и впрямь немного... Пугает. Немного? Прими свою панику, Питер Квилл. В ней вся суть отцовства. Так, дело грянь. Здесь было сражение. Есть тут кто? Карел! Ники! Никого. Точно никого. Может, прячутся. Тут всегда были странные надписи на стенах. Попробуй взломать ее компьютер. Может, смогу стереть досье на себя? Ракета! Шутка! Я посмотрю бортовой журнал, чтобы узнать, что произошло. Ладно. А мы пока осмотримся. Может, найдем какие зацепки? Что там с терминалом? Здесь неплохая защита. Нужно время. Ладно. Ждем. Я вижу следы потасовки, Питер Квилл. Да. Ничего хорошего. Ах, аппетитно. Что это? Угроза какая-то? Согласно законам о чистоте крови, Совет Кри требует свидетельства о происхождении Ники. Законом о чистоте крови? Карелла об этом тебе не рассказала. Кри очень серьезно относится к чистоте своей крови. Ах, плохо дело. Для тебя? Да нет, для Ники. Думаете, в этом как-то замешаны Кри? Совет Кри действует прямолинейно. И если они хотят кого-то покарать, об этом узнают все. Карелл и Ники показательно повесили бы. Сходство просто поразительное. И вовсе она на меня не похожа. Она синяя? И почему Карелл мне о ней не сказала? Она пыталась ее защитить. По законам Кри о чистоте крови, в отношении с тобой, Карелл, нет. А, ну, да. Значит, когда Карелл говорила, что нам нельзя... Она говорила всерьез. Удостоверение личности Ники. Но что-то с ним не так. В каком смысле не так? Не пойму, какое-то оно неправильное, что ли. Не уверен. А дата ее рождения на этом документе есть? Соответствует она сроку вынашивания укрепления? Я не в курсе. Так, я в пистере. Но новость не укрепляет. Что ты нашел? Иди и сам посмотри. Эй, Квилл! Хочешь глянуть, что я нашел? Что здесь такое? Пусто. А наш капитан должна вести журнал. А ты ведешь? Я о чем? Записи пропали. Все! Словно мир осознания попыталась вообще все отключить. Выключить и включить. Пробовали? А резервные копии? Разве на кораблях корпуса нет для этого специального сервера? Точно. Нексус, да. Если в системе остались фантомы, то... Я в этом не участвую. Не в буквальном смысле фантомы. Он про остатки данных. Так? Да. Но придется подключиться к Нексусу напрямую. С мостика корабля. Мы не уйдем, пока не выясним, что случилось. Значит, идем на мостик. Судя по схеме корабля, мостик должен быть там. Вот че, для пса. Это ж один из тех жрецов. Значит, церковь и впрямь... О, нет. Я издрюк. Твой же хвост. Я сваливаю. Не двигаться. Воин не колеблется, Питер Квилл. Ладно. Действуем осторожно. Я издрюк. Говорит, после тебя. Тсс. Ребят, потише. Что за... Что за... Похожи. По черту, на нас напал. Гигантский робот? Тремный жрец. Тремный гигантский робот-жрец. Да, да, да. Это точно должно пойти в отчет. Сделай больно. С удовольствием. Огромный робот дрогнул. Покончим с ним. А нам точно не нужен робот в команду. Не доверяй тому, у кого нет тяжел. Я издрюк. Так, вставай. Уничтожь, ракета. А я погибель близка. Время большое, мужик. Нужно рассказать собаке о жреце. Роботе-жреце. Я есть грудь. Грудь говорит, псины не отвечает. Продолжай вызывать. Мы подумаем, как отсюда выбраться. Правда? Это же серверные, так? А серверы — это информация. Ты сказал мостик в той части коридора. Значит... Девушки отдыхают. Нужно я провод от сервера в башку себе воткну. Нужен центральный терминал. Ты сказал мостик в той части коридора. Нормально. Достойно, Петер Крилл. Я есть грудь. Откуда мне знать, почему Пудель не отвечает? Пытайся снова. Так, судя по той карте, Нексус должен быть прямо над нами. Мне швырнуть, грызуна? Нет! Да бросай! Нет! Ладно, осмотримся. Может, что найдем. Никогда не понимал, с помощью какой магии хранить столько информации. Это ты про серверы? Про все. Серверы, компьютеры, петли. То есть ты вообще не понимаешь, чем я занимаюсь? Именно. Странно, да? Такое ощущение, что миросознание словно бы выключились. Очень странно. Может, оно перезагружается? Я вижу там в углу открытую панель. Уверена нам туда. Отлично. Осталось только перепрыгнуть через эти плавающие серверные штуки. Предельно безопасно. Они удерживают в себе немыслимые объемы информации. Уверен, наши тщедушные тела они тоже выдержат. Ну, мое выдержат. Ну, и твое тоже. Не разбей грызун стекло. Всего этого можно было бы избежать. По-твоему, это он виноват? От его панической беготни оно окончательно тресло. То есть твоя гигантская поза тут была совершенно ни при чем? Эй, Грут, еще не удалось связаться с Космо? Я ей, Грут? Нет, никак. Доберемся до мостика, сигнал наверняка будет лучше. Ну вот, добрались. Командный центр. Значит, вон там находятся терминал управления Нексусом. Надеюсь, там будет то, что мы ищем. Квилл, доверяю это дело тебе. Заблокировано. А хотя... Ники очень не хотела, чтобы Карелл знала об этом ключе. Да чтобы карточка какой-то девчонки открыла доступ к Нексусу. Готово. Шутишь? Да! Получилось. Открой досье преступников. Там мое личное дело. У них список приводов один на двоих. Какой, оказывается, у Дракса список приводов длинный? Мать твоя так же сказал. Для сравнительно оседлого вида земляне много где побывали. О, тут подружка Дракса. Леди Хеллбендер не моя подружка. Пока что. Где-то я его уже видел. Великий объединитель Рейкер. Что же ему было нужно в карантинной зоне? Вряд ли что-то хорошее. Читайте и завидуйте сосунки. Нет такой статьи, которую бы нам с Гротом не предъявляли. Вот так. Ого, окопы умеют пуститься во все тяжкие. Обвинитель — это эквивалент судьи, присяжных и палача. Ну да. Ого, твой список приводов длиннее, чем я думала. А ты думала, он какой? Крошечный. Еще один землянин. Кстати, из-за назначенной Йондо награды мы встретили Квила. Мне не знаком этот Кри. Я думала, там будет больше. Да что у вас, землюков, за тяга к дебильным именам? Эй, эй, эй! Звездный лорд, это тебе не какой-то там темный ястрел. Тебе знаком этот землянин? То, что мы оба с земли, не значит, что мы знакомы. Это список ведроголовых. Ах, Квилл, мы и так знаем, что твоя подружка тут работает. И что? Зацените, и у Ники досье? Скучно. Я слышал о нем. Он был героем. Вот только мертвый герой ни хвоста не значит. В отлучке? А кто за главного? Хороший вопрос. Это специально врезалось в Левиафана, но все равно считается лучшим пилотом, чем Квилл. Эй! Что? Правда, глаз колет? Ладно, давайте посмотрим. Да, прям глаз не оторвать. А ведь могли бы и дальше читать досье на меня. Не надо. А я-то думала, как они нас засекли? Значит, Квилл на сенсоры напоролся. А это не тот буровой корабль из карантинной зоны? Ну, супер. Похоже, твоя связь с синей подружкой не помешала ей продолжать шить на нас дело. Я все же не понимаю, как корабль церковника взорвался. Корпус снова славится дотошностью в вопросах безопасности. Это называется тупизм, Дракс. И у ведроголовых этого хоть отбавляй. Переходи уже к самому интересному. Сила нова в действии. Медитация и душевное здоровье. Практическое руководство. Я бы взяла себе экземплярчик. Я пас. Вот это любопытно. Я не поняла, она превратилась в лейку? Так мне сказали. Я вас ненавижу. Не нравится мне. Внимание, опер-группе. Все отбывающие на задании в карантинную зону должны удостовериться, что их встроенные камеры включены. Спасибо. Карелл такая Карелл. Все по инструкции. Да. Внимание, опер-группе. Все отбывающие на задании в карантинную зону должны удостовериться, что их встроенные камеры включены. Тут наверняка что-нибудь будет. Спасибо. Все отбывающие на задании камеры включены. Спасибо. Эй, а это не... Корабль, который мы обшарили в карантинной зоне. О. Когда сделана запись? Сигнал усилился. Значит, поблизко. Насколько? Не ясно. Слишком много помех. Центурион Карелл. Посмотрите. Эй, что ты здесь... Впереди! Да! Впереди! Она вошла после нас. О, мять. Ты, а тварь. Как считаешь? Это существо съела нашего монстра. Фух. Да там миллион таких. Туда ведь не зря летать запретили. Я иду. Нет, это ты, Юлиш. Эта тварь не имеет к нам отношения. Эта тварь не имеет к нам отношения. Ракета. Камень, что подняла Карелл. Конечно, ты его узнал. Ты в него попал. А, то есть это моя вина? Ха! Забавно слышать это от тебя, Квилл. Я хотел сказать... Мы это сделали. Мы выпустили... ...в эту тень. Что ж, сделанного уже не вернуть. Согласен. Может, она выбралась, Карелл. Настоящий воин? Да. Карелл крутая. Если кто и выжил, это она. Я уверен. Гляньте-ка, Стражи Галактики. Вы поняли нас неверно. Да что уж тут непонятного. Жертвовать иногда приходится... А кто его знает? Грут. Квилл, дебил. Объединитель. Рейкер. Верно? Без дураков. Нам льстит, что мы у вас на слуху. Правда, ребят? И так круто, что вы не пришили нас сразу. Да еще при помощи ваших горилл. Они было собирались порвать нас, но появились вы. В общем, за это мы вам благодарны. Но просим вас ответить на парочку вопросов. Скажем... Где сейчас Центурион Корелл? И ее дочь? За правдой вы сюда пришли. Радуйтесь. Матриарх желает ее вам открыть. О, а вот это совсем не круто. Я есть круто. В смысле он не отвечает? Идем. Матриарх ждет. Да что? Что там с паспортом? Чего? Псина не отвечает. Вот засада. Эй, хорошо, что эти ухвостища нас не разоружили. Показывают, что не боятся. Проверенная тактика. Кататианские воины часто идут в бой, в чем мать родила. Стриптиза не нужна. Слушай, это могло бы отвлечь их внимание. Да, не то. Есть другие идеи. С пазом сможешь? Даже с пеной. И с судорогами. Да, могу изобразить. Ладно, как мои кноты в припадке на пол вались. Они тобой будут заниматься, а мы в один из коридоров дернем. А мне как быть? Ты, в общем, это, ты проявишь героизм? Я не собираюсь. Прошу за мной. Ну же, Квилл, вались. Изобрази подучую. Давай другой план. Так матриарх прям нас хотел увидеть? Именно тебя. Не понимаю, почему. Питер вообще полон сюрпризов. Хотя, если речь о том, кто первый на промывании мозгов... Вот что вы думаете? Что мы промываем мозги? Мы столкнулись с вашими обращенными. Но... Назвать их фанатиками ничего не сказать. Они приняли обещание матриарха. Да, это меняет личность. Но они пошли на это добровольно. Квилл, тот дрон. Это наш шанс. Что? Как? О чем это вы шепчетесь? Ну? Я есть ручь. Спрашивает, в курсе ли ты, что ты злодей. Да просто обсуждаем, до чего огромный у тебя корабль. Величественно. Верно? Вера в матриарха вернула ему довоенный облик. Как вернет нам и всех, кого мы ранее потеряли. Матерей. Любимых. Детей. Обещание вернет умерших? Конечно, нет. Они не могут вернуть умерших. Не мы. Но матриарх. Священный сосуд. У меня идея, но нужно время. Отвлеки его. Что за... Если бы я хотел вас убить... Ух ты. Обалдеть, это... Вот это крутяк. В чем фокус, объясните. Колдовство. Меня не удивляет, что некоторые думают так. Но я применил науку. Это наука вера. Вера наука? Вздор. У веры энергия есть. Этот бот. Мои инквизиторы. И даже... Сама Сакралия. Все питается одной и той же чудесной энергией. Энергией, открытой мной. Я Хакнодрон. Отвлеки его. Что, сейчас? Что? В чем дело? Скажите. Это... Это ваше открытие дало вам возможность... Энергией пользоваться. Энергией веры. Да. Просто, мне кажется, энергия, как ее... Это же так много, чтобы сразу все переварить. Вопросов у нас слишком много. Скажем, как вы ее открыли и где? Расскажите, расскажите нам все. Точно. По порядку. Да. Просим. В подробностях. Так дошла война. В ту пору мой народ религиозным не был. Мы были учеными и шахтерами. Бороздили просторы космоса. Искали мы ресурсы. И что ж... Мы нашли смерть. Неописуемую болезнь. Мой сын. Единственный сын. Сгинул. В мгновенье ока. А после... Он вызвал ко мне. Свет. Отбросив свой твердолобый рационализм, Я отправил за ним народ мой. И я обрел его. Ну, продолжайте же. Стойте. Вас было больше. Что? Нет. Нет, не было. Зей факт мы бы из виду не упустили. Вы упомянули каких-то их. А кто это? О чем ты? О чем вы говорите? И... Не могли бы вы поговорить об этом еще? Я рассказывал о нем. Целители, что отказался вернуть к жизни моего сына. Стойте. Вас было больше. Коротышка пропал. Может, умер, как ваш сын. Я разберусь. Что? Я... Есть. Что это с тобой? Кажется... Да, у меня сердечный приступ. Почему мы его не спасаем? Кривляться. Ладно. Считаете себя умнее других? Не понимаю, о чем вы. Хотите отвлечь меня, потому что боитесь. Но вы напрасно боитесь. Что? На место, чтобы я тебя видел. Да, да. Сейчас вы... встретитесь с Матриархом. Ракета, придумал, как сбежать. Мы вызовем Милана. Мой новый друг покажет дорогу. Грызун, ты говоришь загадками. Да мне действуют на нервы гигантские роботы-убийцы. Хотят представить нас своей новой мамочкой. Кстати, о мамочках. Кто еще подозревает, что бывшая подружка Квила переквалифицировалась в сектак? Кончай. А что? Мы все так думаем? Никита. 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 Я есть грудь. Госпожа. Вот они. Стражи Галактики. Спасибо, Объединитель. Стражи. Подойдите. Питерквилл, прикажи своему отпрыску сейчас же спуститься. Прости, если я дерзок, но... Не маловато ли ты для таких коротких платьев? А ты не староват для имени на одежде? Отлично. Что ж вы так долго? Ха-ха-ха. 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 Ну да. Дедуля много болтал. Эй. Мы тебя вытащим. Подыграй мне. Но здесь нам и положено быть Я спасу всех Я должна, я обещала Да брось, возьми себя в руки Ты говоришь это по его указке Стоп, 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 стойте, спокойно, я... Девочка явно не в себе Я вполне в себе Но я больше, чем просто я О чём ты? Где твоя мама? Мама здесь Вот здесь Внутри меня Что ж, спасибо, всё ясно Свет Объединил нас Я думала, она погибла Но я могу вернуть её Они ждут, когда мы их вернём Нужно лишь верить Великий Объединитель Помог мне понять Это просто обман Уж я-то в этом разбираюсь Почему ты не веришь в меня? Почему ты не слышишь? Никто вообще не слышит Я покажу вам Стой, мама! Мама! Нет, нет! Мама! Стой! Ей не придётся умирать, Питер Ты спасёшь её Я обещаю Ваши гадкие лапы Не тронутые волосы на его голове Я сказала Назад! Убьём этих ящерей! Теперь ты не такой крутой, да? Проболчай, Питер Прогони, Питер Ты сможешь И ты меня спасёшь Я так по тебе скучал Вали все Теперь вы за всё заплачите Питер, ты здесь Я знала, что ты вернёшься Питер Я столько раз представляла себе этот меч Я тоже, мам Я тоже О, Питер О, Питер, сынок Мама Что происходит? Как это возможно? Ты спас меня Вот как Я знала, ты бы меня не оставил Конечно, в смысле... Ну и ну Ну и ну Совсем взрослый И ты великий лидер Как я и предполагала Питер, я так тобой горжусь И папа бы гордился Я не понимаю Ты же умерла Я что... Вернулся? Ты здесь Вот что важно У нас с тобой уйма времени У тебя, меня И у твоих друзей Друзей? А что? У нас же огромный дом Я жду встречи с твоей смелой командой И рассказов про безумные приключения Это ж... Я же так об этом мечтал О, ничто нас больше не разлучит Обещаю, Питер Обещаю Не верится, что ты здесь Мам, мне бы вдохнуть Нам столько нужно наверстать Может, мы наконец доиграем в ту игру? Чувствуешь Обещание вокруг нас? Матриарх навсегда вернет нас друг другу А вот его, похоже, можно заменить Немного разболтался Но причина точно не в нем Свечи как новые Значит, дело не в них Масло, наверное, можно подлить Питер! Ужин почти готов! Да, уже и дома Мэридит Квилл Мэридит Квилл, где ты хранишь разделочные ножи? А, около плиты есть один В ящике Там лишь тупая железяка, негодная даже ребенку Да, это он В следующий раз я привезу тебе кататианский клинок Он способен разрезать цельный металл Это очень мило с твоей стороны, Дракс Но я обычно редко нарезаю такие твердые вещи Ну, наконец-то, Питер Я уже собиралась выйти и еще раз тебя позвать Что-то никогда не меняется А, Питер Квилл Твоя мать как раз поведала нам о твоем отрочестве Только о самом интересном Она также сообщила, что нашла для тебя подходящую супругу Но ты отказался образумиться Дракс, ты сказал, это останется между нами Мам, мы на земле всего полдня А ты уже пытаешься меня с кем-то свести? Я уже заждалась внуков, Питер Ты не рассказывал ей о Нике? Нике? Кто это? Это незаконорожденная дочь Питера Квилла Ваша незаконорожденная внучка Я пытался найти удачный момент, чтобы тебе рассказать Похоже, за ужином нас ждет серьезный разговор, Питер Почему-то у меня такое чувство, что меня накажут Эй, Квилл Можешь сделать что-нибудь со своей шапкой? Она на меня тярится Он просто хочет поиграть Может, вы едешь с ним на улицу? Побегаете? Ха-ха, очень смешно Я даже про игру забыть А давайте все заходим на следующую игру Конечно, это не лучшая лига, но может вам больше понравится, если увидите ее живьем Почему бы и нет? Это приятное время Препровождение Да, звучит здорово, миссис Квилл Особенно, если собаку не брать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...